Заградительная лента меняет привычный маршрут движения заводчан. Монтаж праздничной иллюминации на центральной проходной ВСМПО – настоящая спецоперация. В ней задействованы две автовышки, иначе баннер с поздравлением не установить. Процесс тщательно подготовлен и спланирован, как и все на ВСМПО. На ревизию праздничных атрибутов, их ремонт и транспортировка уходит до пяти смен. А дальше монтаж при любой погоде. Даже если минус 20, все равно надо украшать. Людям приносить праздник мы должны. Корпорация для этих целей обеспечивает рабочих теплой спецодеждой. Валенки выдаются, теплые перчатки. Заботятся о здоровье работников. В нынешнем году погода тоже не баловала. На термометре минус 6, на высоте еще морознее. И если на двух других объектах восточной проходной и проходной площадки Б электромонтеры 6-го цеха справились с монтажом украшений за один день, то на центральный объем задания в разы больше. Сегодняшняя работа заключалась в монтаже баннера на центральной проходной прокладкой питающих проводов для гирлянд, которые будут смонтированы на колоннах, и питающий провод для гирлянд, которые будут установлены на елку повешены. Для лесных красавиц перед центральным входом задумывался новый наряд. В этом году нам покупают новые гирлянды, чтобы елочки покрасивее смотрелись. Как закупят, сразу повесим. Успеют ли закупить новые гирлянды или отремонтируют старые, которые вышли из строя из-за прошлогодних холодов, но елочки на центральной проходной также засверкают огнями. Украшая фасад завода управления, пришлось поломать голову и сотрудникам службы ремонтно-хозяйственного обеспечения. Зона ответственности завода управления – завода управления. Мы им помогаем. Мы просто обеспечиваем их источником питания, то есть подключаем их гирлянды к уличному освещению. Когда загорается уличное освещение, включается иллюминация входной группы новогодняя. Иллюминация, раскрасившая заводские проходные разноцветными огнями, будет радовать сотрудников СМПО до 16 января, продляя приятные воспоминания о самом любимом празднике.